Добрый день, друзья и подписчики канала! Гриша из Брисбона с очередным видео, где всё ведётся без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Сегодняшняя тема кофе. Кофе для энергии, кофе для того, чтобы быть сытым, и кофе для потери веса. До того, как начнём мы беседу о кофе, я, пожалуйста, вас попрошу, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь с друзьями и родственниками и, пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно из других видео. Также, сегодняшнее видео из серии «Поверьте мне, я не доктор». Я не доктор. Я не могу вам давать никаких медицинских советов. И также, доктора прекрасные люди, но они дают нам диагноз, они дают нам медицину, которая лечит диагноз. В основном, доктора не заботятся о нашем здоровье. Давайте обсуждать то, что помогает нашему здоровью. Сегодня это кофе. Какой кофе полезнее всего пить? Вы, наверное, догадались. Чёрный кофе без всяких добавок. Заварили, пьём чёрный кофе. Не из пластиковых капсул, а именно заварили, пьём чёрный кофе. Но не всем это по душе. Почему? Потому что кофе горький, потому что кофе он и во вкус специфический. Если вы не гурман, кофе без всяких подсладителей, вам хочется добавить что? Подсладитель. И в основном люди добавляют сахар. На этом заканчивается полезная часть кофе. Не добавляйте сахар. Не сахар в кофе, не фруктоз в кофе, не мёд в кофе. Ничего, что вызовет реакцию инсулина или отложится как жир в печени. Есть много сахарозаменителей, которые вы можете добавить. Но всего три было доказано, которые не вредят нашему организму. Я хочу подчеркнуть, нету полезных сахарозаменителей. Есть сахарозаменители, которые не вредят нашему здоровью. Пока что было доказано, что это три. Эритрит, монгфрут и стивия. Я поставил линке внизу видео, если вы хотите посмотреть, что я употребляю, что я добавляю в свой кофе. Так вот, добавляем по вкусу. Все эти сахарозаменители, у них разный вкус, разная сладость. Добавляем, пьём кофе. Но, что многие люди добавляют в кофе? Молоко. Давайте поговорим о молоке. Молоко – это не то, о чём мы знаем, понимаем. Молоко – это не полезный продукт. Молоко, которое мы пьём сейчас, это индустриальное молоко, от коров, которые питаются зерном, а не травой. И нет ничего в этом хорошего. В молоке есть в основном два сильных, так называемых, почти яда. Первое – это белок. Белок косеин. В молоке, которое индустриальное, как я его называю, косеин типа А1. 100-200 лет назад в молоке был косеин, или молоко, которое на ферме, в деревне, там, пьёте, где корова точно питается травой, будет косеин А2. Есть у вас возможность, если скупить молоко А2, покупать, я не скажу, что оно хорошее, но оно не будет настолько воспалительным для вашего тела, как А1. Если вы заметили, в основном в современном мире у людей начинает быть нетолерантность к молоку и также аллергические реакции. Это из-за того, что там очень много косеина и также много лактозы. Что такое лактоза? Лактоза – это молочный сахар. То есть, когда вы добавляете сахарозаменитель, а потом добавляете молоко в кофе, вы добавляете сахар. Зачем же добавлять сахарозаменитель, если вы уже добавили сахар опять? Если вы уже добавили сахарозаменитель, используйте что-то другое, кроме молока, в кофе, чем молоко. Давайте поговорим, что можно использовать. Первое, можно использовать крем. Но крем я не советую, потому что в современные крема добавляют в основном сахар. Самое лучшее, самое близкое к молоку, что вы можете добавлять в кофе, это масло. Особенность и возможность добавлять масло домашнее. Опять-таки, это коров, которые кушали сено или кушали траву, а не зерно. Но ваше масло будет полно, в нем будет полно витаминовых минералов, которые важны для вашего здоровья. Если же вам молоко со сливочным маслом не нравится, можно добавлять кокосовое масло. Кокосовое масло, у него очень много хороших жиров. В этих жирах есть разное количество молекулярного состава. И также есть углеводы, углероды разной длины. Есть масла, у которых 4, есть 6, есть 8, есть 10. Я не буду на этом заостряться. Если вы просто хотите не портить свое здоровье, не воспалять свой организм, добавляйте кокосовое масло или сливочное масло. Но если вам важно, какое кокосовое масло или кокосовые сливки самое лучшее, на английском это называется MCT oil. Это аббревиатура Medium Chain Triglycerides. Это специальная составляющая, где выделяется от 6 до 10 атомов углерода на молекулу жира. И таким образом этот жир сразу идет в печень и превращает этот жир в кетоны. А кетона будет сгорать вместо вашей глюкозы для энергии, таким образом не воспаляя тело. Почему мы говорим о кофе, когда мы говорим о весе? Дело в том, что кофе не только стимулянт, он также убивает гормон, который называется грелин. Грелин это гормон, когда вы, допустим, вы сидите и вы, как говорите, ваш живот просит кушать. Ничего нет механического в желудке, что это будет делать. Выделяется гормон, который называется грелин. И этот гормон начинает делать спазмы желудка. И таким образом желудок говорит, да. Кофе будет бороться с этим гормоном и будет вам такое ощущение, что у вас полный желудок и вам не нужно это, вы не голодные. Таким образом, если вы хотите употреблять кофе, вместо завтрака добавляйте туда или кокосовое масло, кокосовый крем или сливочное масло или MCT. И таким образом вы можете спокойно не употреблять завтрак и до обеда, скорее всего, вы не будете голодны. Если вам что-то еще хочется узнать насчет кофе, пожалуйста, пишите в комментариях, дайте знать, и я расскажу. Кофе очень полезный, супер продукт, если его пить правильно. Наслаждайтесь кофе, хорошего дня. Большой привет, Гриша.